всем доброе утро дорогие друзья извиняюсь что вчера меня не было вчера да это пост плюс у меня я утром ночью вернее провожал в израиль полетел сын тогда я вот как раз в четыре утра встал ехал управлять и что-то пост плюс это я как-то меня вырубило я забыл совсем про представляет прям вот выскочилась головы в воскресенье офиса нету все кстати у нас урок проходит в моем офисе это как раз могут рабочий кабинет ведь и вот два моих рабочих достижения профессор и 100000 подписчиков ютюбе это когда было 100000 серебряная кнопка помню как я ее ждал в то время вот дождался и уже нечего стала ждать так и после этого у меня как раз прошло переосмысление что цели не нужны потому что уже когда достигнул те цели которые хотел и а ситуация как бы ощущение счастья не добавилось я понял что не в целях вообще не целях хорошо все ждем сейчас все собираемся все бору хатаду иной шакуня бедро лева исмаилова да у нас да взаимная за бескором да и так павел чергов шергов татьяна стоянова лена не меня всем шалом все из латвии из города риде ура мирям голубева классно буду знать этого хотел в ригу поехать не знал с кем посоветоваться по риде и как раз есть у нас в риде уже свои свои как сказать не комиссары а связи связи подпольные связи лиля берман шалом пишите кто откуда чтобы если кто-то куда-то хочет ехать можно было посоветоваться до биробиджан например можно ехать да вот здесь нас из биробиджана интересно тоже как там биробиджане вообще-то это другой мир мне кажется биробиджан хорошо все итак мы продолжаем изучать перте вот мы находимся в третьей главе не тешим вот борис маляров из не тешим где-то не тешим вообще даже не слышал про такой город не тешим вот хорошо значит перте вот третья глава третья глава и сегодня у нас мишна которую сказал рабе халавта бендоса и шквар ханания такой был человек он значит сказал нам эту мишну передыдущая мишна была сказал ее рабе рабе дихуня бенакана который нам сказал что амикабель улав ольтура кто-то принимает на себя эрмотор из того снимают заботу о пропитании бремя властей и сейчас мне кажется рабе халавта бендоса и шквар ханания он нам разъясняет как это происходит что значит вообще а что на него как-то принял на себя ермо торы и что как это он говорит нам следующую вещь асара шею швим в узким бетара шхина шребен из бенахэм значит десять человек что сидят и и занимаются узким сейчас мы разберемся вот это очень для меня было сегодня открытие что такое эсэк что такое эсэк занимаются что такое работа что такое млаха я вот из объяснения любайческого рэвы на эту мишну понял как это все работает очень очень вообще такое прям открытие в общем пока мест рабе халавта бендоса и шквар ханания он говорил десять человек ше сидят шею швим в узким бетара занимаются торы шхина шруя бенеем божественная присутствие находится среди них шина и мар как сказано элоим ницав бээдат эль значит сказано в я не помню сейчас точно где у меня ницабу перте вот сказано что ну где-то в письменной торе они всегда ссылаются на письменную тору как на аксиомы что элоим это всесильный ницав стоит бээдат эдат это собрание и мы историю знаем что это это 10 человек уже называется и до собрания им ницав бээдат эль в собрании бога теперь интересно что отсюда мы знаем про меня что все молитвы и самые святые вещи чтения торы молитвы и так далее должно быть 10 евреев обязательно если есть там 10 евреев то значит можно делать какие-то особенные святые вещи если меньше десяти время 9 взрослых и одному 12 лет 9 мужчин и 100 женщин не работает все нервы даже 100 женщин самых еврейских святых женщин не добавляют все значит должно быть 10 евреев и в этот момент образовывается какая-то новая реальность что божественное присутствие она опускается туда если они опять же ее швим и занимаются торой то есть если они собрались для святого дела если они собрались поругаться если они собрались сделать революцию и так далее то там конечно божественного присутствия нет но но если опять же присутствует хотя бы один из критериев например они вместе собрались то уже там есть большая сила то есть агдут соединение в одно целое если есть 10 евреев или неевреев или вообще 10 человек собираются ради одного дела то это сила огромная не начинают сразу качать совершенно другую энергетику а если они собрались учить тору то там появляется божественное присутствие нас уже сегодня видите 91 человек то есть уже скоро 100 будет это 10 раз по 10 это и мы собрались учить тору значит тут божественное присутствие есть поэтому я вам советую во время урока или сразу после урока молиться или думать о серьезных вещах которые вы хотите создать своей жизни то есть вы в этот момент попали в очень такую был волну духовной реальности такая прям о поседлали волну и значит в этот момент вам придут очень хорошие решения понимания и если вы бога попросите о чем-то важном для вас после того как вы сделали то что важно для бога вы пришли изучать чтобы хочет от человека и в этот момент у вас с богом соединение происходит на уровне интеллектуальном и духовном и в этот момент если у вас есть какое-то намерение устремление просьба цель молитва то в этот момент у вас силы больше чем любой другой момент в вашей жизни хорошо теперь значит и он говорит 10 что собрались и уча тору божественное присутствие есть между ними дальше спрашивает мишна откуда мы знаем что даже пять даже пять тоже есть божественное присутствие мишна говорит сейчас мне нужно текст это мишны и он сказал так асараши швим лоскин бэтраж чина шрэбэн ээм шинэймар элэйм низав байдат эль минаина филу хамиша откуда он говорит знаем мы что даже пять когда собрались вместе и занимаются торой он говорит написано в другой письменной торе в пророках что в агудато аль арытс есада агуда это как пятерочка пятерня бога на земле у на землю опирается и там где есть 5 там там есть тоже большинство присутствия так он отсюда выучил то есть если 5 разобрались то это тоже уже есть божественное присутствие теперь он говорит в имена напил ушлаша откуда мы знаем что когда есть Троя, что там есть тоже божественное присутствие. Он говорит, оттуда мы знаем, что написано тоже в псалмах, по-моему, что Элотим Ницав Баедат Эль. Эллоим Всесильный, Ницав стоит, а это было на 10. Там написано так. Бекеров, Эллоим и Шпот. Бекеров среди, когда собираются Троя Судим, Эллоим Всесильный начинает судить. То есть, если есть три судьи, которые судят с точки зрения Торы, с точки зрения закона Торы проводят суд, то там это не они судят, это судит Бог. Потому что они, но именно Троя, когда три судьи по Торе судят, то там есть божественное присутствие. Теперь задает он третий вопрос. Минаен Афилуштайм, он говорит, откуда мы знаем, что даже если двое, то тоже есть божественное присутствие. Он приводит, опять же, тот отрывок, который мы уже изучали, что значит, оттуда мы знаем, что когда написано двое сидят и занимаются Торой, то их Бог записывает в книгу, записывает в книгу памяти перед собой, как Иреяшем, как боящихся Бога в Эхошвейшмо и думающих о нем. Если они вдвоем собрались, об этом говорят. Он спрашивает дальше, Раби Халафтабендоса, Минаен Афилу Ахат, Эхат, что Ишеба Сегбетура, откуда мы знаем, что даже один, который сидит и занимается Торой, что там тоже есть божественное присутствие. Потому что сказано в Торе, прямо это уже сказано в пятикнижии, о, там сказано так, Бог сказал, что даже в каждом месте, в котором ты вспомнишь мое имя, если ты со мной, так я с тобой, говорит Бог. То есть это прямо в письменной Торе есть такой отрывок. Значит, оттуда мы знаем, что даже один. Теперь, значит, в Талмуде задают вопрос на эту Мишну, а зачем нам говорить про десять, если есть даже один уже есть божественное присутствие. То есть можно было бы сказать, каждый, кто занимается Торой, вспоминает Бога, хочет понять, что Бог от него хочет, и просит Бога, и понимает, что все от Бога. То есть, значит, там есть Бог. То есть в момент, когда ты с Богом, Бог с тобой. Зачем нам говорить про двое, про трое, про пятеро, про десять? И в Талмуде там по каждому пункту отвечается, но общий ответ такой. Вы знаете, есть, например, вот в одном месте стоит Wi-Fi браузер, и ты рядом с ним находишься, у тебя скорость там 20 мегабайт интернет, ты можешь принимать. А ты подальше отошел, уже 10. А зашел через две комнаты, уже три. А вышел на улицу, уже нет интернета. То есть божественное присутствие, оно есть разной плотности и интенсивности. И когда говорится про три, про пять, про десять, показывается плотность и интенсивность божественного присутствия. То есть его, как бы, качество. Понятно, да? Теперь, значит, это вот первый был ответ, что чем больше ты занимаешься с Богом, своей мыслью занимаешься, тем больше Бог с тобой. Первое, самое минимальное присутствие, что в каждом месте, в котором ты упомянешь имя Бога, Бог говорит, я приду и благословлю тебя. Что такое благословение? Благословение – это увеличение количества. Как говорят, этот благословлен детьми. Что это значит? У него есть много детей. Или у него не было и стало. То есть браха – само слово благословение, да? Это когда у человека, у него умножается что-то. Теперь, когда мы говорим «благословен Бог», что мы умножаем? Мы умножаем божественное присутствие. То есть когда мы говорим о чем-то, о ком-то, то есть вот смотрите, если у человека есть, например, у него есть, например, кошка, и он про кошку не помнит, то есть он вообще про нее не помнит, то ее как бы для человека нету. Ну, понятно, да, идея? То есть он про нее забыл, и она не существует в его восприятии. Или собака. Теперь, то есть первое, что включает в реально человека другие объекты, это когда он об этом помнит и об этом думает. И когда ты думаешь о Боге, то ты в этот момент включаешь божественное присутствие в свою жизнь. А когда ты о нем не думаешь, то его как бы для тебя нету. Теперь Бог говорит, в каждом месте, где ты упомянешь мое имя, я к тебе приду и благословлю тебя. То есть я умножу. То, представляете, то есть это как бы божественная сила, она умножает то, что, ну, с чем соприкасается. Если ты думаешь о Боге, то у тебя становится больше божественного в твоей жизни, в тебе. Теперь, значит, это когда один. Теперь, когда двое, теперь, когда двое, то получается, они говорят уже о Боге. Один не может говорить. Он как бы думает, но говорить не может. А двое они уже могут обсуждать. Аз нитберу написано. Будут говорить. Иреяшем, боящийся Бога. Иш эль реегу, человек к ближнему своего. Вайкашевашем вайшама. И тогда Бог слушает, как бы прислушивается. Вайкатевлисеферзикароны. Он их записывает, Лесеферзикарон, Лефанав, перед собой. Леяреяшем, то есть, уже их записали. У них есть большая заслуга. То есть, они себе создали еще депозит, как бы на небе. Теперь, когда трое собрались, и они хотят сделать, чтобы все было по Торе. И они знают Тору. И это судьи. И это уже божественное присутствие еще большей силы. То есть, они уже прям реально устанавливают закон. То есть, как сказал божественный суд, так оно и будет. Есть очень смешная одна история, ну, как смешная, странная история для неподготовленного уха. Значит, был такой великий мудрец, комментатор Шухоноруха. Был шах, и это сокращение. Не помню, как точно его звали. А второй был Бах, его зять. По-моему, или шах был, ну, шах это сокращение. Шах был тесть, а зять был этот самый, Бах. Или наоборот. Шах и Бах, они были тесть и зять. И вот, значит, когда, допустим, шах это был тесть, а Бах это был зять. Они были величайшие мудрецы, которые, ну, вообще там, ну, такие, по закону учителя, да. И, значит, так, а кто был чей, вот Яков Шатадин знает, но если он напомнит, кто был чей зять, а кто был чей тесть. Значит, ну, была у них такая история. Тесть, когда выдавал свою дочку за зятья, он взял на себя обязательства, что он будет их обеспечивать. Для того, чтобы зять мог спокойно сидеть и учить Тору и посвятить все свое время обучению Тору, изучению Тору. То есть так принято в мире Тора. Теперь, значит, и он обещал, что будет его обеспечивать, обеспечивать все его нужды и будет его кормить. Будет его кормить. Значит, что значит кормить? А кормить это давать еду, там, мясо, все, ну, хорошо кормить, чтобы питание было хорошее. И потом Шах обеднел. Шах обеднел. И он не мог его уже хорошо кормить, и он ему давал вместо там мяса, давал ему, ну, так как питание-то, ну, нету денег, да, какие-то там крылышки куриные, все. Какие-то крылышки куриные. Не жареные крылышки-крырышки, а так уже какие-то, самое дешевое, в общем, что он мог найти часть курицы. И, значит, этот Бах, его племян, этот зять, подал на него в Равинский суд. Говорит, ты меня обещал кормить мясом, а кормишь крыльями. Значит, Равинский суд собрался и начал выяснять, курица это мясо, или курица это не мясо. В общем, они выясняли и вынесли постановление, что курица это мясо. Поэтому Шах свои обязательства перед зятем выполняет. Значит, после суда этот зять говорит Шаху, они так мило беседуют, и Шах говорит, я хочу понять твои, как бы, ну, мотивы. А тот говорит, вы понимаете, говорит, я боялся, что на небе будет на вас какая-то претензия, что вы меня обещали кормить и мало кормите. Мне-то говорит, все равно. Но у меня сил становится меньше для изучения Торы. Я боялся, что на вас будет некая претензия. А когда Равинский суд установил, что курица это мясо, так уже по суду Торы на вас претензий нет. То есть, я, грубо говоря, вам, ну, снял с вас не эти обвинения, которые могли бы быть на небе на вас, не дай бог. Вот так вот у них произошел такой... устанавливает суд земной, так принимается на небе. То есть, земной суд Торы... Есть еще много историй, когда, когда, например, мудрецы между собой спорили, и вот когда большинство суд говорит, что это так, и даже небесный голос потом говорит, что это не так, то отвечает земной суд. Тора, она не на небе. Тору ты дал нам, на землю. А и в Торе написано, что как установлен суд, даже если суд тебе скажет на правое, левое, на левое, правое, все равно нужно слушать, все равно нужно слушать суд. Еврейский суд, который на земле. Даже... Почему? Потому что кто сказал, что правое это правое, левое это левое? Это все условно. А суд Торы, это объективно. Понятно. Хорошо, значит, это судьи. Пятерка, пятерня на землю и сада, значит, здесь, здесь мало объяснений, потому что, в принципе, цифра пять в еврейской нумерологии, она не такая важная. Пять это всего лишь половина десяточки. Десяточки. То есть пять, что такое одна рука, пятерочка? Ну, одна рука это хорошо, но без второй руки это уже не очень. То есть важно, чтобы было десять. Десять это важнее, поэтому мы пять пропустим. И десять это уже законченная цифра. Это десять, это там десять, ну, то есть десять это та цифра, которая построена этот мир. Интересно, десять это единичка с ноликом. Вся компьютерная история построена на единичке с ноликом. Ну, единичка, нолик. Но теперь я, главный для меня был акцент в этом вишне, это то, что объяснил Любович Стиребе про слово эсек. Он говорит, десять человек, что юшвим в уским в тура занимаются торой. Можно было бы, смотрите, есть в иврите слово эсек, это переводят его в бизнес. Это твое дело. То есть, то дело, которым ты занимаешься, это эсек. Теперь есть слово, которое называется авода. Авода это работа, твоя работа. Теперь есть слово, которое называется млаха. Млаха это тоже работа. Есть 39 видов млахот, работ, запрещенных в шабах. Почему-то тут это называется млаха. А есть слово авода. Ля авод, ля кадош бараху, служить Богу, например. Да, это ля авод. Есть эсек от стимбы Тора, занимающиеся Торой. И вот объяснил Любая Четыреба очень интересную такую вещь. Чем отличается человек, который ходит на работу от человека, у которого есть бизнес? Очень, очень вообще отличие яркое. Тот, кто ходит на работу, он отработал свою работу и все. То есть, ему от там 9 до 6 он отработал и дальше его голова свободна. То есть, это его работа, но это не он. Это не его эсек, это не то, чем он занимается. Тот, у кого есть эсек, вот вы можете подтвердить, те, кто занимается своим делом, эти люди не отдыхают ни минуты. У них все время голова работает по по их делу. Я могу сказать, у меня в субботу голова работает по бизнесу, нам все равно нельзя думать про бизнес, но у меня она думает. Я ложусь спать, у меня голова про бизнес думает. Я бегаю, у меня голова про бизнес думает. Эсек – это твоя полная занятость, то есть, ты этим занят все время. Нам говорит вам, нам говорит Тора, что тот, кто делает Тору своим эсеком, своим занятием главным, он все время думает про Тору, про Бога. То есть нужно к Торе относиться как будто бы это твой эсек, как твой бизнес, твое главное занятие, которое полностью тебя захватывает и вовлекает. Тогда у тебя будет все время в голове крутиться еще заповедь, еще заповедь, еще учеба, еще сделать митцву, еще понять глубже, еще какая-то книга, еще какой-то урок подумать. То есть если ты относишься к Торе как к эсеку, то тогда это 2-4 часа на 7, как бизнес, как твой бизнес. Теперь что такое авода? Авода это человек пришел, отработал от 9 до 6 и ушел. Все. Он выполнил какую-то работу. Интересно, что авода, есть в иврите слово авода и слово эвет. Эвет это раб. Чем отличается раб от работника? Раб от работника отличается тем, что рабу не принадлежат результаты его труда. То есть когда ты овэт, где-то ты работник, то тебе не принадлежат результаты труда. Ты выполняешь заданную тебе работу, но сам результат труда тебе не принадлежит. Ты отработал, сделал свои какие-то действия, оп и все. Теперь млаха. Что такое млаха? Млаха это работа законченная. Здесь очень важно, что вот в субботу, например, это очень интересная вещь, запрещены 39 видов млахот, работ. Есть там такая млаха, запрещено варить в шаббат. Вот это ярко показывает, что такое млаха. Значит, запрещено варить в шаббат. Но если ты поставил сырую воду на огонь, и в этой сырой воде лежит картошка одна, и она постояла 5 минут на огне, и ты снял ее с огня. То есть вода не затепела, картошка не сварилась. Ты варил в шаббат или не варил? Не варил. Работа не закончена, поэтому это не называется варка. Но ставить все равно на плату нельзя. Ставить нельзя, это понятное дело, что ставить нельзя и так далее. Но млаха, это когда ты законченная работа. Теперь, здесь как раз вот по этим критерам. Есть еще одно слово, которое в иврите, оно тоже относится к работе. И оно, кстати, напрямую, его легко очень запомнить. Сейчас все, кто даже не знал иврит, узнают одно слово на иврите. Это слово труд. Есть слово терда. Терда, это на иврите, это трудность. Трудность, труд, это слово, вот трудиться, это от слова трудно. То, что сложно. То есть можно трудить, как только ты... Теперь можно делать, а вот да, работа, но это не труд. Почему? Ты не напрягаешься. То есть есть люди, которые делают свою работу, но их работа, она без труда, они не трудятся. Тогда у них получается работа слабенькая, результаты им не принадлежат, они работой не увлечены, и получают они денег соответственно. Потому что та польза, которую они приносят, она равняется тому вознаграждению, которое они получают. Есть человек, занимается эссиком, да, у него свой бизнес. Но он тоже не трудится. Можно заниматься бизнесом, но не трудиться. Ему не трудно. То есть труд, это когда тебе трудно, когда сложно. И не обязательно много труда дает тебе много результатов. Ну, то есть это мы не будем сейчас туда входить. Весь вопрос в том, занимаешься ли ты Торой как авода, как работа. Когда ты... Просто тебе сказали, как нагрузили на тебя, и ты занимаешься этой работой, там час в день, полчаса в день, пошел, помолился, все. То это авода. Но даже здесь нам пообещал Бог, это, помните, Раби Тарфа нам говорил, что что можешь ты верить хозяину твоей работы, то есть работа это законченная, да, млаха там используется слово, что заплатит тебе, сахар паулатеха, заплатит тебе за каждое действие. То есть Бог настолько добрый, что даже если ты делаешь, выполняешь заповеди, как, ну так еле-еле, как авода, как работа. То есть нагрузили на меня, но я делаю. Все равно он тебе дает, сахар паулатеха, он дает тебе награду за все твои действия. Но идеальный вариант, это ляосок бы Тора. Заниматься Торой, чтобы Тора была твоим основным занятием. И когда Тора твое основное занятие, вот это как раз нам объяснено, что такое амикабеля лав оль Тора, предыдущая мишна. Тот, кто принимает на себя ярмо Торы, с того снимается забота о пропитании и бремя властей. Когда ты начинаешь Торой именно заниматься, как своим основным занятием, тогда Бог снимает с тебя все твои другие занятия. Когда ты занимаешься Торой, как работой, то, ну все идет мера за меру. Все идет очень в этом мире соответствующее, плюс-минус, вот та мера, которую человек меряет, меряет ему. Все возвращается, конкретно все возвращается. Человек живет все время перед зеркалом. То есть все, что он в жизни получает, это он создает сам у себя в голове. Все свои жизненные планы, сложности, трудности в день и так далее, это все способы мышления. Все. Поэтому давайте сделаем так, как в каждом месте, где ты упомянешь мое имя, Бог сказал, в каждом месте, где ты будешь упоминать мое имя, приду к тебе и благословлю тебя. Поэтому давайте делать то, что делал когда-то Йосеф. Йосеф праведник, когда его вызвал фараон, из тюрьмы вытащил. И он говорит, слышал я про тебя, что ты умеешь разгадывать сны. И Йосеф, что он мог сказать? Да, я знатный сновидец, который все понимает. Он сказал что? Он сказал, Белядай, без меня. Он говорит, это не я, это все Бог делает. Я только проводник. Что я в этом мире? Ничего. Поэтому Йосеф, написано, что имя Бога всегда было у него на устах. Слава Богу, с Божьей помощью, имя РЦАШМ, если Бог захочет, с Божьей помощью, если Бог поможет. Все надо все время как можно больше вставлять в свои уста и в свое понимание, что все от Бога. Все конкретно от Бога. И вот это очень важный урок, который сегодня я лично для себя извлек. Напишите, пожалуйста, какой урок вы для себя извлекли, какие выводы вы для себя сделали, какие действия вы собираетесь сделать вследствие своего понимания. И поделитесь своими выводами с окружающими людьми, потому что это очень важно. Вот это и называется Эссек, заниматься Торой. Не просто послушать, а потом чуть-чуть напрячься и сделать выводы. Это уже напряжение. Сделать себе план действий. Это еще большее напряжение. Поделиться своими выводами. Это еще большее напряжение. И все это называется заниматься Торой. Все. Удачи, успехов, всего хорошего. Все. Всем пока. Хорошего дня.